Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой теме, как SEO-продвижение, но предупреждаю сразу для новичков. Этот видео снимается для большей части моих клиентов, которые, к сожалению, в SEO не понимают. Они не понимают вообще, ну то есть от слова вообще, то есть они не знают, путают SEO-продвижение с контекстной рекламой, думают, что одни методы работают, другие нет, вообще даже не понимают, что такое методы SEO-продвижения. Это видео снято как раз для той аудитории, которая является чаще всего легко обманываем, то есть их часто обманывают в агентствах, говорят им всякую, вешивают лапшу, говорят всякую чушь про SEO. Это чистая правда. Я немножко хочу снять это видео, не предлагая ни наши услуги, то есть не пиаря ни нас, я хочу рассказать общие азы, что такое SEO-продвижение или поисковая оптимизация, как ее еще называют по-русски. В первую очередь поисковая оптимизация, это само собой ряд работ, которые направлены на то, чтобы сайт ваш выдавался в поиске. Многие клиенты говорят, я хочу, чтобы мой сайт был в поиске, чтобы он был в топе по ключевым запросам. Сам по себе не спорю это желание, это является целью. Я сейчас коротко скажу, что такое поисковая система. Если вы, конечно, разбираетесь в этой теме, можете вообще, в принципе, этот ролик не смотреть, он будет достаточно очень простым, понятным и даже немножко скучным. Поисковая система, само собой, это сервис, в котором можно найти любую информацию по поисковым запросам. То есть поисковая система имеет в своем интерфейсе адресную строку, в которой пользователь вбивает запросы. По вбитым запросам он находит информацию. Понятно, что поисковая система работает не бесплатно, она зарабатывает, поэтому, условно говоря, вы экран поисковой системы видите вот так. Первый блок занимает, конечно же, у нас обычно реклама, а потом идут результаты под поисковый запрос. Как же работает поисковая система? Я писал очень большую сложную статью, которая рассказывает, как она работает, правила работы, ее историю возникновения, вы ее можете почитать, ссылочка будет в описании. Но в этом ролике я не буду забивать эфир истории и расскажу в общих чертах. Условно говоря, поисковая система работает в двух направлениях. В первом направлении она собирает информацию о всех сайтах в интернете и сортирует ее согласно потенциальным поисковым запросам, чтобы выдать вам результат. То есть, вбивая любой запрос в адрес, вы получаете уже заранее сгенерированный результат. Эти результаты обновляются с определенным интервалом. Например, Яндекс обновляет обычно это раз в неделю, Google обновляет практически постоянно. Ну, может быть, Яндекс уже сейчас работает, стало быстрее. Если вы знаете эту информацию, напишите в комментарии. Я думаю, людям, которые не разбираются все, вообще не понимают то, о чем мы в целом легко обсуждаем и говорим, будет очень важно узнать это мнение. То есть, поисковая система собирает информацию о сайтах. Как же она узнает о сайтах в интернете? Очень просто. У поисковой системы есть так называемые поисковые роботы. Их еще называют пауки. Да, не путать с настоящими пауками. Эти поисковые роботы сканируют все сайты в интернете, которые найдут. Также они переходят по каждой ссылочке, которая присутствует на любом интернет-сайте. То есть, если на сайте есть ссылочка, они кликают на нее и переходят по ней. Они затем добавляют в Индекс ту информацию, которая нужна. Что такое Индекс? Индекс – это база данных. База данных поисковой системы. При открытии страницы они смотрят весь ее контент, сохраняют всю текстовую информацию, запоминают, какие были картинки. Условно говоря, ссылочку на эту картинку. Они помнят только ссылочку, а не само изображение. И забрасывают это все в Индекс. То есть, при сканировании изучается контент сайта и все ссылки на нем. Но затем робот переходит по этой ссылке дальше и изучает следующий контент и так далее, и так далее, и так далее. По поводу сколько страниц Google и Яндекс, да, где же разные поисковые системы индексируют, это тема другой дискуссии и другой разговора. Но я могу сказать одно – это число огромное. Оно огромное, и это явно не тысяча страниц в секунду. Я думаю, количество страниц, которые индексируются, довольно огромное. Все зависит, конечно, от мощностей поисковика, но это довольно большие числа. То есть, в день он, вероятно, сканирует до тысячи, а то и более страниц. Некоторые поисковики в Google, я уверен, сканируют гораздо больше. Кто знает реальные цифры, пишите в комментариях. Я думаю, это будет тоже важно для всех наших зрителей. По поводу, собственно, индексации. Поисковые системы раньше работали очень просто. Я хочу сказать, раньше поисковая система была направлена для поиска информации, а не ее сортировки. Почему? Потому что информации было катастрофически мало. И для ее банальной сортировки использовался тех-кейворд, тот самый мета-тех-кейворд. После этого, конечно же, многие догадались, что этот мета-тех-кейворд нужно прописывать, и начали его забивать всем подряд. Конечно же, поисковая система тогда начала из-за этого работать из рук вам плохо. Собственно, что сделали поисковые системы? Конечно же, они начали думать, что, вероятно, метод поиска информации по тегу кейворд, это, конечно, хорошо, но не есть качественно. После этого они ввели параметр поиска по контенту. Начали учитываться тайтлы, заголовки, текст, который используется, и выделенный текст. Что значит выделенный текст? Это текст, который выделен тегами strong, жирный или курсивом italic. То есть, ключевые слова, которые выделялись жирным, курсивом, были в заголовках, были в мета-тегах, учитывались для продвижения. Собственно, вторая волна SEO-шников привела к тому, что начали оптимизировать теги. Конечно же, заполнялись страницы нужными тегами, создавалось огромное количество страниц на любую комбинацию поискового запроса. И, собственно, это привело к тому, что поисковую систему тоже начали обманывать. Один сайт мог иметь тысячи страниц, абсолютно бессмысленных, на которых практически не было контента, и текст был написан просто с целью, чтобы набить ключевые слова, и не нес никакого смысла. Затем поисковые системы принялись за борьбу с этим некачественным видом продвижения. Начали учитываться совсем другие показатели. Сайты, которые имели практически ноль ссылок, не получали никакого прироста в продвижении. И это привело к тому, что ссылки вышли на один из первых факторов ранжирования. Что это дало? Тогда была темная эпоха каталогов, прогонам по каталогам, и существовали сервисы, которые массово размещали объявления, массово размещали сайты в каталоге, так называемых хромер-приложения и тому подобное. Прогонял свой сайт по таким сервисам, получал тысячи ссылок с этих каталогов, взлетал в топ и, конечно же, приносил трафик, потому что пользователи заходили на эти сайты. В то время был также низкий уровень конкуренции в целом по SEO, и сайты создавались буквально на коленке за копейки. Да, создать сайт в то время стоило дешево, прогнать его по каталогам стоило дешево, то есть выход в интернет-рыжинг в то время был просто очень легким, и за счет этого все говорят о низкой стоимости поискового продвижения, а в то время SEO-шников воспринимали как действительно каких-то шаманов, которые выполняли ряд каких-то манипуляций и таким образом выводили сайт в топ. Как же это работает сейчас? Это мы, конечно, если вас интересует, смотрите видео до конца, но в то время это работало, и вы можете до сих пор находить информацию в интернете, где рассказывают, что, допустим, наращивание ссылок – это классно. Но это история. Собственно, едем дальше. Что пошло не так? Google и Яндекс начали активно бороться с ссылками. Яндекс вообще объявил, что не будет использовать ссылки. Это был очень короткий эксперимент, они отменили ссылочное ранжирование для Москвы и Московской области. Но на самом деле Яндекс стал учитывать ссылки гораздо хуже. И ввелось, собственно, правило – одна хорошая ссылка лучше сотен некачественных. Да ладно! Что это сделало дальше? На самом деле, фактически в русскоязычном сегменте люди привыкли покупать. Ну, мы ходим в магазин, мы покупаем. Собственно, и сформировался рынок ссылок. Из-за того, что поисковые системы начали активно бороться с некачественными сайтами, начал формироваться рынок качественных сайтов. И у него сформировался реальный рынок. Как это сейчас выглядит? Это выглядело, как в то время появившиеся биржи вечных ссылок – MirrorLinks и GoGetLinks. Ну и другой метод продажи, когда вы покупаете не навсегда, а берете в аренду, когда ссылка размещается на определенный период времени. Это Сейп и, если не ошибаюсь, Руки. Если вы знаете другие сервисы для ссылок, напишите обязательно ссылочки в описании. Учтите, может быть, модерацию ссылка не пройдет, пишите так, чтобы она была некликабельная. Собственно, когда поняли, что некачественные ссылки не работают, а качественные работают, все начали активно покупать ссылки на этих биржах. Конечно же, многие компании начали брать SEO-специалистов себе в штат. Те приводили, согласно старым алгоритмам, тайтлы и дескрипшены, ну, соответственно, семантическому ядру. Так, раз вы не знаете, что такое семантическое ядро, я об этом расскажу чуть попозже. А если вам интересно посмотреть более сложные видео по этой теме, ссылочки на видео будут в описании. То есть, брали SEO-шников в штат, он оптимизировал сайт, согласно ключевым запросам, по которым искали пользователи, и, соответственно, покупал ссылочки под эти поисковые запросы на коммерческие странички. Система вроде бы работала, но буквально вот два года назад работать перестала. Фактически, с каждым разом, покупая все ссылки и ссылки на бирже, результатов все нет и нет. А все почему? На самом деле, поисковые системы тоже не стоят на месте и просекли все методы современного продвижения, которые используют оптимизаторы. Основной целью поисковой системы, на самом деле, не заблуждайтесь, чтобы вам не рассказывали. Основной целью поисковой системы является то, что пользователь найдет результат в этой поисковой системе по своему запросу. Если же пользователь результат не находит, закрывает сайт, возвращается в поисковую систему, проведя на сайте, в который он перешел до 15 секунд, это называется отказом. Фактически, если пользователь зашел, посмотрел, через 15 секунд ничего не нашел на вашем сайте и ушел, это отказ. Он может пробыть там 3 секунды на этой странице, 4 и пойти дальше, это уже отказом являться не будет. Но если он зашел, побыл и ушел, это отказ. И фактически сайты, которые имели более высокий показатель отказов, стали в выдаче проседать, а подниматься те, у которых показатель отказов был, конечно же, ниже. К чему это привело? Конечно же, к тому, что начали накручивать поведенческий фактор. Я снимал большое обзорное видео про эту историю в Яндексе, как это развивалось и как Яндекс до сих пор это еще не поборол. Собственно, из-за этого сайты, которые имели низкий показатель отказов, ушли, а сайты, которым накручивали поведенческий фактор, поднялись. Поисковые системы, конечно же, начали обнаруживать и этот метод продвижения и начали его банить. Я могу так сказать, контора, которая предлагает это, есть их немного, ссылочки вот будут здесь и здесь. Вы можете про них почитать информацию. Их метод продвижения пока еще работает, но я говорю, что вероятнее всего он будет в будущем так же заблокирован, как и предыдущий. Я вижу только будущее в тех методах продвижения, которые пиарит сам Google и сам Яндекс. Что же это такое? Конечно же, это внутренняя оптимизация сайта. В первую очередь, я хочу сказать, вам нужно всегда собирать семантическое ядро. Семантическое ядро – это список всех запросов, по которым вы хотите, чтобы пользователи попадали на ваш сайт. Условно говоря, семантическое ядро делится на несколько крупных кластеров. В первую очередь, это так называемые информационные запросы, по которым пользователи ищут информацию о ваших товарах и услугах. Учтите, этот список запросов может быть огромным, он может быть безумно огромным, и все запросы, вероятно, вы даже не соберете на старте работы. Второй список запросов – это запросы о ваших товарах и услугах. Это, собственно, те запросы, которые связаны с списком, характеристиками, то есть те запросы, по которым, условно говоря, еще не покупают, но конкретно товарам и услугам, именно конкретно вашим товарам и услугам интересуются. И третий список запросов – это запросы, я их так называю, условно говоря, это запросы покупателей. Это когда пользователи пользуются вашими товарами и услугами, и у них возникают вопросы, так называемые техподдержки, которые нужно также раскрывать. Ну и, конечно же, четвертый пул запросов, который многие забывают – это брендовые запросы. Если у вас компания имеет какое-то звучное название, учтите все ее варианты написания с ошибками и без ошибок, и пропишите их обязательно в своем списке запросов. Что делать со всем этим пулом? По факту его нужно рассортировать. Сортируется весь этот пул запросов по странице. Страницы, соответственно, могут отвечать сразу как и на один запрос, и так на несколько запросов из этого кластера. Например, если, допустим, вы продаете там айфоны, понятно, что у вас будет один большой кластер айфоны, и будет для каждого подраздела страницы iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone 6, iPhone XR и так далее. Соответственно, будет также под каждую модель телефона у вас возможно группироваться отдельно страничка для обзора, отдельно страничка для характеристик, и отдельно, конечно же, страничка самого телефона, который будет связан по запросам iPhone, iPhone купить, iPhone цена, iPhone в вашем городе, iPhone доставка и тому подобное. То есть, вы видите, есть такое понятие, как кластеризация. Как работает кластеризация, я коротко расскажу. Если вас интересует детально, ссылочка на эту инструкцию будет в описании. Что же нужно делать с этим семантическим ядром? Конечно же, оно пригодится вам для создания новых страниц. Эти новые страницы могут быть как на вашем сайте, так и на сторонних сайтах. Почему на сторонних сайтах? Я потом попозже объясню, зачем нужно делать ссылки на сторонних сайтах. Давайте возьмем пока ваш сайт. Конечно же, ваша главная страница должна отвечать определенным поисковым запросам. Из всего пула запросов, которые вы собрали, вы должны выбрать те запросы, которые максимально качественно характеризуют вашу страницу. Если вы не знаете, как это делать, нужно смотреть конкурентов. Сейчас существуют сервисы, такие как Ahrefs, Serpstat, которые позволяют посмотреть запросы конкурентов, оценить, по каким запросам они ранжируются и, конечно же, принять выводы, какие запросы оптимально относятся для главной страницы вашего сайта. Затем определите страницы товаров и услуг. При помощи тех же сервисов можно подобрать запросы для этих страниц. Если же, конечно, у вас ничего не получается, то придется, конечно же, делать это вручную. В чем же можно их сортировать? В первую очередь нужно снять метрики этих запросов. Самая важная метрика – это, конечно же, частота. Частота, по которой этот запрос ищут. И здесь я бы хотел заострить ваше внимание. Внимание! 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 Если уже вы снимаете частоты, вы должны знать, каким сервисом вы их будете снимать. Многие сервисы делают одну большую ошибку. Они учитывают запрос, который состоит из меньшего количества слов в широком соответствии. Что значит, если запрос используется в широком соответствии? Если запрос используется в таком виде соответствия, это значит, что он учитывает и все другие варианты запросов. И может быть ошибочно принят как основной запрос, на который нужно учитывать при продвижении. Я рекомендую снимать частоты двумя методами. Если вы используете планировщик ключевых слов, используйте в запросах обязательно фразовое соответствие. Если же вы используете непосредственно Wordstat, снимайте показатели фразового соответствия. Я для этого использую, конечно же, KeyCollector. И метрики он снимает просто безупречно. Сейчас я сделаю небольшую ремарку. В этом видео я покажу, как собирать ключевые слова при помощи платного сервиса KeyCollector. Да, платный сервис, его нужно покупать. В среднем его подписка стоит около 100 долларов. Это не реклама KeyCollector. Мне они не платили, я говорю тем, что я ним пользуюсь. И я думаю, этот сервис в рекламе вообще не нуждается. Он просто должен быть у каждого SEO-специалиста. Итак, сегодня наши добровольцы, которые получат бесплатно семантическое ядро, для того, чтобы я вам выслал готовый файлик, нужно, чтобы вы мне, конечно же, написали, куда вам писать. Я проводил конкурс. Собственно, хотел записать видеоролик и, вот, собственно, получил ответы. Вот здесь, собственно, комментарии с сайтиками, которые я получил. Тематик, конечно, много. Наверное, проведу какую-то простенькую лотерейку. Надо будет все URL-ы сейчас выписать и выловить их. Итак, я насобирал 25 сайтов. Алексей Чебатарёнов кидал целый вагон. Я думаю, что ему нужна работа по этим всем проектам. Думаю, может быть, мы с ним лично пообщаемся. Ну, в общем, вот комментарии. Извините, что они не одобрены. Я их одобрый после съемки этого ролика. Но суть не в этом. Вот мы сейчас выбрали 25 роликов. Сейчас зайдем на какой-то рандомайзер и выберем случайное число. Ну, давайте сгенерируем наше число. Но число 4. Halilmoon.com.ua сегодня наш победитель. Посмотрим, кто это. Вы не отчаивайтесь. Я буду делать для каждого ролика тоже какие-то разные вещи. Так что в ролике я выберу несколько вариантов сайтов и буду показывать их как примеры. Итак, это, конечно же, кальяны. Кальяны, табак, ликань, раскультер, шланги. То есть, как вы видите, целый вагон рубрик. Что нужно делать? В первую очередь, конечно же, если у вас уже сайт создан, вы должны понять, с какой целью мы собираем семантическое ядро. Если мы планируем создавать новый сайт, то есть представим себе абстрактный вариант, сайта нет, мы просто смотрим конкурентов и пытаемся создать по ним. То это задача первая. Если задача вторая, для существующих страниц подобрать тайтлы, посмотреть, насколько они грамотная, продуманная архитектура сайта, то это уже другое. Возьмем давайте вариант, что наша задача второй вариант, подобрать правильные тайтлы, потому что, как мы видим, тайтлы у этого магазина. Купить кальян, купить кальян в Украине, интернет-магазин кальянов. Я думаю, вы в комментариях напишите мне, чем эти тайтлы хороши или плохи. Допустим, табак для кальяна. Посмотрим, видим, чего здесь не хватает. Description missing. Вы можете спросить, что это за такая классная утилита у меня есть. Она называется SEO Meta in One Click. Я ссылочку на эту утилиту оставлю в описании. Выглядит она так. Я считаю, что без нее вообще вам не нужно запускать браузер. И это оптимальная утилита для проверки ваших страниц. Она много чего умеет. Я думаю, мы дальше по ней пойдем. В общем, в первую очередь, что нам нужно учесть для сбора ключевых слов в нашей странице, это, конечно же, ключи конкурентов. Я расскажу тот способ, которым делаю мы, как мы ищем ключевые слова, как мы их подбираем и как мы их закидываем. Я покажу вам платный способ и бесплатный. В первую очередь мы запустим приложение KeyCollector. Приложение, которое позволяет нам генерировать ключевые слова и сохранять их сразу непосредственно в приложении. Вот, приложение, собственно, готово. Поэтому мы возьмем и создадим наш проект. Да, если владельцу сайта будет интересно, я потом ему вышлю его проект ключевых слов. Как вы увидите, в проекте KeyCollector нужно заполнять много всяких данных. Но мы не будем изобретать велосипед и попробуем собрать ключевые слова вручную. Следует помнить, что некоторые тематики и некоторыми методами собрать невозможно. Поэтому мы будем использовать разные варианты. Итак, что нужно добавлять в KeyCollector? Конечно же, нужно собрать все ключевые слова вашего сайта. Откуда их можно вытащить? Если у вас есть собственный вебмастер, вы можете их выкачать все оттуда. То есть, те реальные запросы, по которым вас искали. То есть, основные запросы можно найти непосредственно в разделе «Эффективность» вашего сайта. И посмотреть поисковые запросы, по которым вас искали, и просто их скачать. И добавить непосредственно в ваш сайт. Собственно, не в ваш сайт, а в KeyCollector. Мы пойдем, конечно же, другим путем. Когда доступа к вебмастеру нет, сайт молодой, мы ничего не знаем про него. Поэтому будем искать ключики вручную. Самый простой способ – это поиск поисковых подсказок. Непосредственно можно искать поисковые подсказки здесь, и здесь, и здесь. Воспользуемся методом поиска поисковых подсказок непосредственно через Google. Мы видим кальяны, табак для кальяна, чаши, угли, кальяна. Очень важно добавлять, потому что понятно, что чаши какие угодно бывают, колбы для кальяна. Здесь по поводу аксессуаров нужно будет посмотреть, конечно же, какие они бывают. Как я понял, здесь не сильно проработано. Каллод, лотус, подставка, польга, тут как-то, но все вперед, разнобой. То есть, фактически здесь, как таковой, сортировки между ними нет. Ну, значит, их будем так, аксессуары для кальяна. Учтите, если вы не можете сами рассортировать свой собственный товар по каким-то удобным для пользователя рубрикам, он так и будет развален. Разжигатели. Плитка для розжига. Мы видим разжигатели, плитки для розжига. Тут все в перемешку. Плитки для розжига угля. Газовая горелка для кальяна. Плитка для кальяна. Разжигатели для кальяна. Почему я здесь вот обратил внимание, я зашел в сайт вовнутрь и посмотрел им индивидуально? Потому что на самом деле иногда эти рубрики могут быть названы не совсем корректно. И просто ориентироваться на название рубрики для сбора семантики иногда может быть неверно, потому что рубрика сама может быть подобрана названием неправильно. Поэтому давайте посмотрим еще раз колбы. Ну, здесь я угадал с колбой для кальяна. Кокосовый уголь. Может быть коксовый? Такое тоже бывает, но не знаю, может быть коксовый. Давайте проверим коксовый уголь. Кокосовый. Кокосовый. Ну, наверное, все-таки кокосовый, раз так пишут. Да-да, точно, кокосовый. Чаша, чаша глиняная, чаша глиняная, резиновая чаша, глиняная. Ну, здесь чаши для кальяна однозначно, потому что мы здесь не можем добавлять, разве что только добавить вариант чаши для кальяна. Чаша глиняная, резиновая, ну и понятно, чаша для кальяна, керамическая. Чаша для кальяна, керамическая. На что нужно еще обратить внимание при подборе вариантов? Конечно же, входите внутрь каждой рубрики и смотрите, если рубрика пустая и в ней товаров у вас не планируется, ну, собирать семантику для этой рубрики бессмысленно. Ну, то есть, если вы, допустим, делаете для кого-то, то есть вы ему говорите, эта рубрика не нужна, скрой ее. Если в ней нет товаров, обязательно ее скрывайте. Если же у вас товары сортируются по куче вариантов типов, допустим, есть там шланги одного типа, там, ну, окей, они все одинаковые, сохладить, нужно продумать логику фильтров. Я по этому поводу ссылочку оставлю на статью в описании, что такое фильтры, многие про него не знают. Аналогично, ершик, если у вас всего два раздела, как говорится, товаров, но это очень плохо, потому что по факту для нее целый делать раздел, либо наполнить его ассортиментом, потому что, когда всего лишь два товара в ассортименте, это очень плохо. Мунштуки одноразовые. Вот такая ситуация, когда нет изображения, это тоже категорично плохо, и картинки нужно заливать. Это же касается и картинок с низким разрешением, и картинки, которые оформлены как попало, не в единой стилистике. Картинка одна с желтым фоном, одна с красным фоном, это, конечно, все плохо. Я понимаю, мы сейчас говорим про семантику, но раз мы уже зашли, я не могу, как говорится, проговорить. Более того, касательно текстов. Вот вы тут делали, тут текст, текст написан, все классно, и вода воду поливает, ни о чем не говорит, еще и верстка ужасная. Этот текст однозначно надо будет переписывать, и, конечно же, я там расскажу дальше в видео, как его нужно правильно будет переписывать. Но мы сюда пришли для ключевиками. Мы возвращаемся обратно в наш раздел и пишем тут, мы даже пропустили там, ершики для кальяна, мундштуки для кальяна, можно еще там, мундштуки одноразовые, думаю, и так понятно будет. Ну и охладители для кальяна. Ой, надо же. Такая ситуация однозначно быть не должна. Никаких 404 на страницах быть не должно. Окей, мы рубрички собрали. Как вы видите, я их еще не кластеризую. Почему? Потому что я по ним буду искать подсказки. Кого я забыл? Я, наверное, забыл там шланги. Шланги для кальяна. Посмотрим, какие они бывают. Силиконовый шланг для кальяна. Ну, давайте там силиконовый шланг для кальяна. Такие используем ключ. Силиконовый шланг для кальяна. Ну, окей. Объясню, почему. То есть, вот здесь использую слово ключ кальян, вот это, конечно, не очень хорошо. Потому что здесь надо смотреть, какими кальянами он торгует. Кальян египетский, кальян с чиллером. Нужно просмотреть весь ассортимент. Есть бренды, это тоже очень важно. Халиумамун. Я, наверное, все-таки понимаю, что это важный бренд. Кальян египетский. Кальян купить. Кальян египетский Халиумамун. Ну, и понятно. Кальян Халиумамун. Ну, конечно, слово кальян цена. Ну, и город, в котором он работает. Я так понимаю, этот сайт работает по Украине. Да, а не, еще и Киев кальян. Купить в Киеве. Кальян заказать. Кальян доставка. Я очень важно уделил именно внимание первой странице, потому что здесь такое понятие, как попадание в другие рубрики. Кальяны, которые попадают в другие рубрики, очень сильно могут мешать вам. То есть, вы насобираете кучу мусора, с которым вы потом не разберетесь. Ну, в принципе, можно убрать, ну, как бы слово кальян, добавить его в конце. Почему в конце? Пускай она соберет сначала все важные нам запросы. О, еще есть Олеоблэк, бренд Империо Блэк. Давайте мы этой бренды тоже учтем. Империо Блэк. Надо посмотреть, потому что, какие бывают бренды, а может быть, это все один Халиумамун. Может, это просто на самом деле просто не проработали. Такое бывает. Я думаю, хватит. Мы не сильно будем детально вдеваться. Если все-таки человек захочет, чтобы мы ему более собрали сильно семантику, я думаю, он к нам уже напрямую обратится. Мы сейчас делаем. Показываем вам общую логику. Копируем. Копируем, ключики нам пригодятся. И начинаем искать. Как мы видим, ключики уже пошли собираться. Нас это все устраивает. Мы можем посмотреть, что оно нашло нам. Вот ключики пошли. Здесь вы увидите кучу мусора. Мусор – это нормальное явление. Мы никуда не спешим. Затем используем поисковых подсказок в AdWords. Конечно же, здесь очень важно указать местоположение, где мы будем искать ключевые слова. Это, конечно же, Киев. Будем искать. Здесь очень важно разрешить пакетную отправку запросов и собирать только тесно связанные варианты. И вы можете здесь поставить галочку «Создавать фильтр, содержит по тексту фраза». Это значит, что он будет искать слова, которые только совпадают с теми фразами, которые вы учли по фразовому соответствию. Это, тем самым, возможно, избежит вас от поиска мусора. Но я рекомендую использовать такой вариант. Но исключить вариант только для взрослых. Например, это если вам нужно. Действительно, там, тематика тянет какую-то интим-тематику. Ну, в общем, собираем так, как есть. И следующий пункт поиска поисковых подсказок – это подсказки в Гугле. Я могу так сказать, здесь хорошо работают только подсказки в Гугле. В Яндексе он собирает кучу мусора. Поэтому мы поищем именно таким методом. Обратите внимание, когда будете искать через Google AdWords, он может, конечно же, очень долго думать. В этом плане, ну, конечно же, я бы обратил внимание на этот момент. На этом, пока я хочу сказать, я уйду на короткую паузу, пока он соберет ключи. И затем мы перейдем к их чистке. И я скажу, как собирать минус слова, как почистить и как рассортировать это по группам. Очень просто и удобно. Семантика собирается, наверное, большая. Но я думаю, мы сюда для этого здесь и все и собрались. Итак, ключики у нас собраны. Метрики я снял одновременно по Яндексу и по AdWords. Хотя, если бы работали по Украине, я бы снимал по AdWords. Но в данном случае, так как тематика у нас совсем уж такая серая, AdWords показывает нули для вполне нормальных ключей. И это нормально, потому что эта тематика запрещена, и AdWords не может снять нормальные метрики для этих слов. Поэтому приходится, конечно же, извращаться и пользоваться другими методами. Итого, давайте на примере табака для кальянов посмотрим, что можно сделать. А на примере кальянов, здесь просто классический случай. Какие ключи являются для главной, какие ключи, конечно же, являются для внутренних страниц. Для главной страницы, конечно же, главными ключами у нас будет являться там интернет-магазин. Интернет-магазин, ну и просто магазин, ну и слово «всё». И там, смотрим, сколько ключиков мы нашли. Ну, немножечко. Ну, всё-таки они есть. Всё для кальянов, интернет-магазин – это ключи для группы по умолчанию, конечно же. Тут, конечно, много чего лишнего осталось. Ну, мы заберём отсюда, тхалю мамун, перенесём обратно в наши кальяны. Это нам пригодится дальше. Соответственно, здесь же можем посмотреть. Тут, кальян, кальян, опт – это, конечно же, годится для нашей странички кальянов, что логично. Так, кальян с подсветкой, кодила для кальяна – это не то, нам это не нужно. Кальян, где собрать фронт? Обратите внимание, очень много ключей может казаться вам лишними. Совсем лишние, ну, однозначно их надо удалять. Но если вы видите, что ключ в целом очень нужный, но он не для этой страницы. То, конечно же, эти ключи нужно использовать для блога, допустим, как сделать кальян и тому подобное. Если вы видите, что какие-то ключи попали не туда, то есть, ну, там, разжигатели, там, это печка для разогрева. Ну, аксессуары, наверное, даже входит. Вот, набор для чистки, щётки, ёршики – это всё непосредственно… Нужно, должно быть, каждый слой ключ в своей группе. Ну, не будем вот рождать вас немножко нагружать. Объясню. Те ключи, которые находятся для раздела кальян, должны быть в разделе кальян. Если вы видите, там, информационные запросы, то есть, допустим, аренда кальяна вам не надо, опт кальяна вам точно не надо. Ну, в данном случае он не нужен. Вред, своими руками, там, курение, то есть, вот такого плана, там, на грейпфруте, апельсине, вот эти все ключевые слова, их целый вагон будет. Я думаю, их не нужно удалять, их нужно исключить просто из этой группы. И куда они пойдут? Конечно же, в блог. Тот блог, который мы будем писать дальше. Ну, и того, я сделал небольшое распределение. Я решил выделить, так как кальян он продает только египетский, я вынес египетский кальян в отдельную рубрику, халил мамун, он так и будет наш тайтл. Кальян египетский, халил мамун, потому что он другие, как я понял, наш клиент не продает. И, соответственно, просто все для кальяна, купить кальян, вынести на главный, потому что, в принципе, это грамотный ключ, всякие коннекторы. Это пойдет, конечно, в аксессуары. Так как у клиента не очень хорошо продуман раздел аксессуары, я не сильно его прорабатываю. Вообще, на самом деле, нужно прорабатывать всю товарную матрицу. Итого мы видим, вот готовая семантика, просто собранная, ну, как говорится, на коленке. Понятно, из этих ключей нужно определить информационные ключи и перенести в раздел блога. И теперь, собственно, здесь мы видим, здесь все у нас неплохо, сортировать даже нечего. То есть, в принципе, рубрика продумана хорошо. Но в разделе табак для кальяна мы видим разделение. Мы видим, есть ключи щербет, дарксайд и тому подобное. Берем первый этот щербетли, слово, ну и его русскую версию, конечно же, щербетли. И ищем все совпадения. Ооо, видите, сколько их. Это все щербетли. Значит, мы делаем табак для кальяна, называем его щербетли, эту группу. Следующую группу, которую мы видим, конечно же, дарксайд. Ну и, соответственно, ее ищем тоже аналогично. Учтите, у некоторых брендов, может быть, по-разному написание, это тоже нужно учитывать. Вот вам и дарксайд. Дарксайд, соответственно, приходит в отдельный кластер. Почему надо выделить их отдельно? По факту, это разные бренды. Разные бренды, для них рекомендуется всегда выделять отдельную страничку. Если вы не будете выделять, у вас все будет в каше, и тайтл подобрать вам будет трудно. А интернет-магазинам однозначно нужна сегментация. Сегментация в товарах и фильтрах. В этом плане я, конечно же, рекомендую эти все фильтры создавать. Ну, здесь вот смотрим, что у нас есть. Милана и Даим. Давайте еще посмотрим. Ой. Так, sorry. Есть такая кнопочка волшебная, которая позволяет отменять действия. Не так уж давно я не знаю. Давайте вот Милана. 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 И Даим. Что у нас по этим брендам? Табак Милана. Ну, и, соответственно, Даим. Или, а давайте, какой из них наиболее популярный? Помните, если какой-то бренд не популярен, значит, вероятно, его и не покупают. Нет, табак для кальяна Даим, да, вот давайте мы его проверим. Даим. Даим. И тут внезапно только одно слово. Скорее всего, почему? Потому что я семантику собирал, ну, мягко говоря, как вы понимаете, на кальянке не тщательно. Если вы посмотрите по хронометражу, я потратил на нее совсем мало времени. Поэтому мы табак для кальяна ищем запрос. В Wordstat, конечно же. И смотрим варианты. Ну, неплохо. Еще четыре слова нашлось. Как мы видим, есть дубли. Мы можем проверить и дубль удалить. Что это значит? Это значит, что в разделе табак для кальяна нужно создать подраздел под каждый бренд. Это имеет смысл с точки зрения трафика. Учтите, если у вас есть, конечно же, другая система сегментации, там другие бренды, там другие категории, там емкости. Вы, конечно, создаете все для удобства пользователя. Но с точки зрения семантики, я могу сразу сказать руководителю, ну, разработчику сайта, что эти разделы имеют трафик. И здесь нужны уникальные тайтлы для этих разделов. Однозначно. Как вы видите, вот наша рубрикация прошлась прекрасно. Что я могу сказать по поводу рубрики чаша? С чашами, конечно, все у нас классно. У нас есть тут рубрика керамическая, глиняная, там, резиновая. Тут можно их рассортировать по группам точно так же. Глиняные чаши, вот, например, у нас отдельно пойдут. Там, соответственно, резиновые точно так же пойдут. Обратите внимание, есть дубли. Раз есть дубли, мы должны сразу от них избавиться, потому что они нам будут мешать. Дубли с точки зрения SEO нужно удалять, потому что, ну, они будут вам создавать целый вагон слов, которые вам не нужны. Ну, и будут фактически портить картину. Ну, и прекрасно, дубли и большие. Если вам мой метод показался слишком сложным, можете смело писать мне в комментариях. Если вы используете другие методы для кластеризации, конечно же, я вам расскажу, что есть и кластеризатор наш, он тоже годится. Но я могу так сказать, вдумчивая кластеризация пригодится после того, как вы пройдетесь в огромный пул запросов. Если же мы работаем в ситуации, что наша задача собрать сейчас для существующего сайта семантику и проверить, где нужно делать рубрикацию, а где ее делать не нужно. Ну, это позволит, конечно же, в этом плане нам, конечно, кей-коллектор. Потому что наш кластеризатор, который мы создали, он слова собирать не умеет. А кластеризовать и собирать слова, к сожалению, умеет пока только кей-коллектор. В этом плане он хорош. То есть, одни сервисы хорошо собирают слова, другие хорошо кластеризуют. Конечно же, если вы выключите огромное количество пулов, запросов, откуда угодно, то да. Я еще раз говорю, это ролик для начинающих. Те, которые хотят понять вдумчиво, как оно все делается, с нуля. И, то есть, вот, собственно, здесь можно выбрать любые другие. То есть, обращайте внимание на трафик. Если главный ключ имеет очень маленький трафик, кластеризовать его нет смысла с точки зрения SEO. С точки зрения юзабилити, может быть. То есть, например, вот чаша для кальяна из фруктов. Это не наш, потому что мы фруктовые не продаем. Там, фанел, солярис, как выбрать, купить. Вот это уже тут. Это вот блоговый ключ однозначно. Как, какие лучше, как выбрать. Это все ключи в блог. Их нужно закидывать в блог и по ним писать статьи. То есть, по факту они нам не нужны в нашем основном кластере, но удалять нам их не нужно. Многие ошибочно их удаляют, но они нам пригодятся. Чаша для кальяна солярис, даже не знаю, что такое кидаем. Ну и облако. Ну тут, собственно, вы сам понимаете, обзор, тому подобное. Это всякие Дарт Вейдеры. Это все. Ключи с низким трафиком мы на них, конечно, смотрим. Но наша цель вот. Мы должны смотреть ключи, у которых большой трафик. Почему? Потому что если у ключа трафик хотя бы 100 запросов, с определенной вероятностью он даст 3 клика в месяц. Это реальные цифры. Итого, мы перейдем за тем, что нужно делать с этим семантическим ядром. Зачем оно пригодится нам дальше в следующем ролике. Итого, после того, как вы определили оптимальные ключевые слова для ваших страниц, вам нужно непосредственно отсортировать те запросы, которые годятся для блога. И здесь, конечно же, нужно учитывать множество факторов. Как я говорил, есть блоки вопросов, созданные для покупателей, есть блоки вопросов, созданные информационные. Те, которые могут гуглить люди вообще, в целом. Если вы планируете создавать продажу продуктов, первый блок нужно проработать обязательно. Чтобы вы не продавали товар, услугу, у вас должны быть самые частые вопросы, которые вы должны прописать на своем сайте. И здесь, я так скажу, SEO-шник даже не сколько вам поможет. Вам поможет, конечно же, ваш маркетолог. Он должен составить список популярных вопросов клиентов, которые он часто слышит от покупателей. Я покажу, как же искать вопросы непосредственно в веб-сервисах. Если вы знаете, какие запросы пользователи спрашивают, я думаю, в нашем случае я прекрасно понимаю ту сферу, в которой я работал раньше, и той сферы, в которой я работаю сейчас. Я в ней прекрасно разбираюсь. И в этом примере на видео с экрана я покажу, как искать эти запросы и как формировать семантическое ядро для блога, для вот этого вида раздела. Итак, мы поговорим, как собирать ключи для блога, для раздела, который должен быть must-have. То есть, некий раздел вопросов и ответов, которые будут задавать пользователи. Я объясню, что есть блог, который делается для трафика, и есть блог, который делается для ваших посетителей. Это две большие разницы, как говорят в нашем родном городе. Блог, который делается для трафика, я расскажу в следующем видео, как его собирать. А в этом случае мы сейчас поговорим, как писать те статьи для блога, которые обычно должны заполнять раздел часто задаваемых вопросов и фактически должны помочь вашему отделу продаж избавиться от глупых одинаковых консультаций. То есть, яркий пример, если вы зайдете, допустим, на сайт любого банка, есть частный набор постоянных вопросов, которые пользователи спрашивают, и им просто техподдержка отправляет нужные ссылки. В этом случае точно так же. Нужно собрать именно те ключевые слова, которые в вашей тематике будет спрашивать любой потенциальный покупатель просто у вашего отдела продаж. Какие же методы существуют поиска этих запросов? Конечно же, это можно искать просто по конкурентам, либо знать свой бизнес. Ну и, конечно же, нужно использовать так называемые вопросительные слова. Яркий пример. Какой, как, выбрать. Это слова такие, которые, в принципе, чаще всего используются. Вы можете их сразу себе прописать, как потенциальные слова, я вписываю их непосредственно в поиск стоп-слов, для того, чтобы их удобнее было выбрать. То есть, аналогично, если вы просмотрите всю семантику, которую вы собирали, вы можете проверить. Также слово касается обзор. Это тоже вам подойдет. Там виды. Это все ключевые варианты слов для вашего раздела, для этого блога. Объясню. У них может быть маленький трафик. Но именно эти запросы могут быть ценными для написания вот этих вот узкопрофильных статей. То есть, вот вы видите, разжечь. Как разжечь, например. Вот такие вот запросы. Вот мы сейчас пролистаем весь список наших слов, которые я выделил. Я выделил их, нажал вот эту кнопочку. И выделил все слова, которые там. Видите, там все воняет, пахнет. Это слова, которые узкие для вашего бизнеса. То есть, соответственно, они будут являться целевыми для вас. И по ним нужно будет выбрать, как сделать, например, из чего, материалы. Это тоже важные запросы. Так, смотрим, 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 что еще тут есть. Как вы понимаете, чем больше семантика, тем, конечно же, будет больше список этих слов. Там, сколько стоит, кстати. Это тоже, как бы казалось, продающий запрос, но он больше информационный. Поэтому ключом я могу сказать, я насколько не настраивал контекстную рекламу, по запросам, сколько стоит, никто не покупал. По запросам цена практически продаж не было. Но по запросу купить продажи всегда были. Это тоже очень важно для подбора семантики, например, для той же контекстной рекламы и для подбора тайтлов. Название товара плюс цена – это плохой тайтл. А название товара плюс купить – это хороший тайтл для продающей страницы. Вкусы, вкусы. То есть, это запросы, я бы сказал, конечно, они больше годятся для целевой страницы, там, с таким-то вкусом. Лучшие, вкусы. Это можно отнести сразу. Отзывы, кстати, вот по поводу отзывов. Отзывы я бы, конечно же, тоже выносил отдельно, но я не буду этого делать, потому что для блога этот ключ, конечно, не годится. Для отзывов нужно создавать отдельный блок на вашей страничке товаров, где пользователи смогут оставить отзывы под ваш товар и поставить там соответствующую микроразметку. Об этом я расскажу более детально в наших следующих роликах. Ну и как мы видим, в принципе, вот мы все проработали. Если я выделю все эти слова, вот мы можем на них сейчас посмотреть. Вот ключики, которые мы нашли. Как вы видите, они были из разных групп. Угли, колбы, штанги, шланги, мундштуки одноразовые. То есть, вот мы видим все ключики, разбитые по кластерам. Их, конечно же, выгоднее выкачать сначала. Потому что они нам пригодятся. Как только мы их скачаем, мы их можем спокойно добавить в наш KeyCollector проект. Единственное, что мы, для того, чтобы их добавить, нам придется сначала их отсюда удалить. Да, есть такая одна особенность. Чтобы их сразу закинуть по нужным группам. Потому что, если я сейчас буду их закидывать так, они обратно упадут все в одну группу. И это сделает нам неудобным саму работу. Поэтому, сейчас мы их удалили. Выбираем. И вот наши группы. Мы берем, удаляем вот эту группу по умолчанию. У меня настройки KeyCollector сделаны так, чтобы группа была многоуровневая. И, конечно же, удаляем их. Теперь, здесь начинается небольшой сложный трюк. Это формула Excel. Многие думают, что для них это не очень сложный. Но, на самом деле, они очень простые. Сковорится, следите за руками. Итого. Вот наши ключевые слова. У нас их получилось всего 53 ключевых слова. Мы их берем и закидываем сюда. Обратите внимание, мы разворачиваем здесь настроечки. И импортировать структуру на уровень текущей группы ключ. Если я это делаю, она создаст подгруппы. Вот по названию. И вот у нас будет там та группа по умолчанию, которую мы не переименовали. Сейчас где она будет. Так, так, так. Вот. Это общие. Общие. Что мы получили? Мы получили фактически информационные ключи для каждого раздела, продающего раздела нашего сайта, убрав их оттуда. То есть, фактически эти ключи находятся только здесь. Что с ними нужно сделать? Конечно же, по ним нужно собрать поисковые подсказки. По всем этим ключам нужно добрать дополнительных подсказок. Для этого мы пользуемся теми же кнопочками, которыми мы пользовались. Выбираем. Блоговые наши ключи. Заполняем. И начинаем сбор. Аналогично поступаем здесь. И тоже начинаем сбор. Мне нравится этот метод, потому что он позволяет сразу сгенерировать огромное количество слов, если они существуют, по информационным запросам. И фактически это и есть все ключи для ваших будущих статей по конкретному разделу. То есть, это именно те статьи, которые нужно будет наполнять ваш сайт, не дожидаясь SEO-шника, не дожидаясь, который выберет вам стратегию тонкого контента. О ней я расскажу дальше. Это то, с чего сайт вообще нужно начинать заполнять. Потому что, когда вы создаете сайт, он должен быть наполнен контентом. Контентом, связанным с продажей и контентом, связанным с информированием вашего потребителя. Если же вы этого не делаете, по факту у вас сайт будет голым. И когда вы придете к нам, допустим, на продвижение, скажете, продвиньте мне сайт, я увижу, что на нем всего лишь созданы товарные страницы и ноль полезности. Даже для потребителя, который придет на ваш сайт и ничего не сможет купить. Это, ну фактически, это провал. Потому что вы любого конкурента просто не обгоните. Мы всегда говорим клиентам, создавайте контент. Но контент нужно создавать, не дожидаясь иногда даже SEO-шника. Нужно создавать его самому. И нужно понимать. Вот яркий пример. Я выбрал рубрику шланги. И вы можете увидеть, какую статью нужно написать информационную про шланги. Почему? Она должна быть обзорной. Вы должны в ней изложить всю информацию. То же самое касается, допустим, общую статью по кальянам. Здесь, правда, собрался мусор, который, конечно же, нам не нужен. Да, кстати, мусор тоже может быть. Поэтому минус слова мы не забываем. Прогоняем. И удаляем мусор. Как мы видим, это вполне нормальный ключ. Кстати, нет, кафе, это бист. Купить, купить, купить. Это все, конечно же, они могут попадать. Их надо закидывать, конечно же, в общую рубрику. Резюмируем. Как вы видите, ключей собрано полно. Работать с ними можно. Сортировать их можно. Разбивать их по группам можно. Убирать мусор нужно. Однозначно. То есть, если оно вам не нужно, то есть, вы можете смело удалять все ключи, которые явно не нужны. То есть, собираем затем метрики. Точно так же. И сортируем их, кластеризуем. Для кластеризации я, конечно, рекомендую использовать наш кластеризатор. Но если слов мало, можно и раскластеризовать вручную в этом же кей-коллекторе. То есть, в этом случае оба метода хороши. Мы используем оба. Если собирается огромный пул запросов, то, конечно, кластеризуем через наш кластеризатор. На этом, собственно, короткий гайд по подбору блоговых ключей для раздела вопрос и ответ. Мы его даже так правильно и назовем. Вопрос и ответ. И я скажу, что с этого нужно начинать ваше продвижение до того, как вы даже выберете SEO-специалиста. Итак, мы собрали ключевые слова для блога, для нашего главного раздела, который будет создан в первую очередь, и для наших основных страниц. Что делать дальше? Конечно же, писать текст. По поводу написания текста на основной странице я говорю сразу. Никаких копирайтеров. Просто, чтобы вы не слышали, никаких копирайтеров. Попробуйте просто посмотреть на контент конкурентов. Оцените, как оформлено у них коммерческое предложение и напишите сами. С вашим отделом продаж, с вашим маркетологом, вы как руководитель составьте текст этих страниц. Весь текст наших страниц создан нами. Те тексты, которые делали копирайтеры, мы просто удалили. Мы пробовали это все, это не работает. Мы даже всем клиентам предлагаем, не пишите через биржи. Например, есть биржа копирайтеров ETXT. В ней можно найти любого копирайтера, найти по отзывам, по рейтингам, даже посмотреть его работы. Но я так скажу, ни один грамотный копирайтер не смог написать качественные продающие страницы. Звучит немножко негативно, да? Если такие есть, напишите в комментарии. Я с радостью с вами познакомлюсь. И, возможно, вы развеете мое мнение. Но мне пока не везло, так что здесь я не могу ничего сказать. И да, здесь я буду говорить против этой биржи именно в случае написания контента на продающей странице и на странице раздела помощи покупателю. Как же тогда писать этот раздел? В первую очередь, только всего лишь существует несколько способов. Конечно же, это изучить конкурентов. Смотрим конкурента, что он писал, как он располагал порядок блоков, на что он делал акценты. Делаем каркас нашей страницы, прописываем в этом каркасе контент и передаем его дизайнеру. Дизайнер должен учесть расположить так наши блоки текста, чтобы они выглядели симпатично. И затем их сверстать. В этом видео я покажу, как я писал текст для одной из наших страниц услуг и что в итоге сделал дизайнер и как это выглядит сейчас. Итак, всем привет. И я сейчас расскажу, как надо правильно писать текст для страниц услуг и как нужно правильно его располагать. Вот, например, есть у нас услуга SEO продвижения. Я писал тз в таком формате, где я выкладывал картиночку на все изображение, как я хотел, чтобы выглядела моя страничка. Рисовал, как должен выглядеть первый блок. Рисовал, что должно быть. И писал текст. Прописывал, как он должен быть расположен. Делал это просто в каком-нибудь простеньком редакторе, типа Word. Банально просто раскидывал текст и писал текст текстом. В итоге я делал визуально, как оно должно быть расположено и писал текст далее. Что в итоге получилось? А в итоге получилась, конечно же, готовая страничка, которую можно посмотреть целиком. В итоге, если глянуть, готова нарисованную страничку. Мы единственное, что заменили портрет. И вы можете посмотреть, что теперь страничка выглядит дизайнерски, с точки зрения логики, красиво. Мы взяли, подогнали все элементы, весь мой текст, который мы написали, расписали все услуги. То есть, вся эта текстовая часть, которую я прописал, я ее изложил непосредственно на страничке услуги. Это же касается и главной. По поводу главной страницы я тоже писал соответствующий текст. Расписывал, что должно быть в каком формате в табличке. И можно посмотреть в итоге, что получилось. Конечно, после этого были еще дополнительные правки, но в целом текстовая часть практически не менялась. Вот написанный наш текст на нашу страницу сайта. Он подобран под симметическое дроби, ну и, конечно, под то, чем мы действительно занимаемся. Если вы посмотрите, здесь есть вся информация, которую я изложил, плюс те блоки, которые я добавил дизайнер по моим рекомендациям. Как вы видите, для того, чтобы создавать сайт, нужно несколько людей. Нужен копирайтер, нужен маркетолог, ну и, конечно же, дизайнер. После того, как вы создали тексты страниц услуг, тексты главной страницы и перешли уже к блогу, страницы у вас уже созданы, сверстаны, нужно переходить к заголовкам. Заголовкам я имею в виду h1, title и description. У вас есть семантическое ядро, у вас есть написанные тексты и нужно сейчас причесать заголовки и проверить, насколько хорошо вы учли семантическое ядро. И сейчас я в этом видео расскажу, как правильно нужно это делать. Итак, мы поговорим про то, как нужно правильно подбирать тайтлы в зависимости от собранного семантического ядра. Да, сейчас я покажу, как определить плохой тайтл и как подобрать правильный. Подхожу буквально всего лишь на паре страниц, конечно, иначе видео затянется надолго, потому что процесс довольно длительный, сложный, и у меня для этого есть мой коллега, который этим занимается. Так что нормальное явление подбирать тайтлы на самом деле это целая наука. Итак, мы зайдем на наш старый сайт, который мы обозреваем и продолжим работать с его семантикой. Как мы видим, мы выбрали для главной, я обычно перезабываю переименовать, но мы все-таки переименуем. Для главной страницы тайтл все для кальяна и кальян купить, кальян цена. При этом у нас есть кальян, мы оптимизировали ее под запрос кальян египетский, кальян халил мамун, то чем они непосредственно занимаются? Это будет более правильно. При этом общий запрос кальян без привязки к этому, мы бы не всем на главный, все для кальяна и все для кальяна. Если что кальян заказать, это явно не наш запрос, то есть доставка на дом тоже не наш запрос. Они интересуются купить кальяны и тому подобное. То есть нормально мусор повычищать, это работа, ну, сегошника. Как мы говорим, мы тратили сейчас это время очень мало на сборку, поэтому мы можем посмотреть, как оно выглядит. То есть, соответственно, лишние ключи можно сразу почистить, они нам не нужны. Смотрим на ключи, которые имеют, конечно же, трафик. Так, берем, сортируем по трафику и смотрим. Нас интересует широкая частота. Почему? Потому что это самые оптимальные запросы, то есть те, которые чаще всего спрашивают. Google в этом плане, конечно, нас очень сильно подводит, потому что он не выдает широкую частоту, он выдает общую частоту. В Direct в этом плане гораздо удобнее. В этом плане он, конечно, мне нравится больше. В Google обычно мы видим только одну частоту, а для некоторых слов он вообще ничего не выдает. Здесь приходится пользоваться другими сервисами, типа сторонними, как HREVS, например. Вот, собственно, мы этим попробуем и воспользоваться. Мы сейчас попробуем посмотреть реальный трафик этого кластера в Google. Заходим в HREVS, заходим в Content Explorer, точнее, в Keywords Explorer. Закидываем наши ключики. Выбираем Украину. Да, здесь нельзя сделать таргетинг по городам, в этом плане серьезный минус. И видим, вот ключи отсортированные сразу по трафику. В принципе, мы видим небольшое отличие, потому что если еще купить Киев, купить Украину, в этом плане, конечно, надо проходить именно так. Все ключи, которые нам не нужны, мы можем смело убрать. То есть, например, мы можем сейчас отсортировать от десятки в Volume. И выделить их. Убрать те, которые нам не нужны, всякие разжигатели для костра. Вот наши ключи. Кальян вот ЮА явно не нужный. Вот все остальное, вот наши ключевые слова. Вот мы их скачиваем. И видим эти ключевые слова. Что мы видим? Мы видим очень важный показатель. Difficulty. Это трудность ключевого слова. То есть, чем больше страниц с этим ключом, чем выше это значение. Поэтому можно, конечно, сделать даже условное форматирование и выделить те ключи, которые имеют максимальное difficulty. Понятно, кальян цена имеет самая низкая, но и, соответственно, небольшой трафик. При этом кальян купить имеет очень интересный большой трафик, но при этом очень классную конкуренцию. И потенциальное количество кликов, конечно, у кальяна купить гораздо больше. Что нам нужно сделать акцент? Тайтле, конечно, нас интересует вот этот ключ. Нас меньше всего интересует этот ключ, потому что у него трафик гораздо меньше. Но очень высокая конкуренция. Нас интересует вот этот ключ. Нас интересует этот ключ в силу того, что у него очень низкий трафик. И смотрим, какие еще ключи. Здесь уже видите, все классно. Например, кальян Одесса. Но если у нас есть представительство в Одессе, мы на него посмотрим. Кальян цена. 150 запросов. Очень низкая конкуренция. Очень хорошие варианты для этих тайтлов. Здесь все куда хуже. Здесь однозначно минус. И здесь запросы идут просто на убывание. Что это значит? Это значит, что в тайтле я буду использовать те запросы, которые я выделил с жирным. И мы создаем наш тайтл. Для этого я воспользуюсь сначала калькулятором тайтл. Оценим текущий тайтл на нашей страничке, нашего сайта. Мы просто его вставим и посмотрим. Очень слабый заголовок, потому что он магазин кальянов Киев. Магазин слова мусорная. Кальянов мусорная. Нас интересуют другие ключи. Купить кальян в Киеве. Давайте, ради интереса, попробуем так, как оно смотрится. Купить кальян в Киеве. Все для кальяна по доступной цене. И посмотрим, что у нас получается. Ну смотрим, ну неплохо, 16 баллов. Что у нас не так? Скобочки неплохо было бы, циферки, какие-то разделители. А давайте попробуем вот так. Уже лучше. Цифры мы можем, конечно, вставить любые цифры, например, там 2019. Конечно, тайтл больше для статей, но для главной мы здесь он не подойдет. А если мы напишем кальян с большой буквы, насколько он будет лучше бросаться в глаза? Все для кальяна. Для можно оставить так, по доступной цене. И вуаля, уже 43 балла. Уже неплохо. Добавляя 2019, смотрим, как выглядит наш тайтл теперь привлекательно. Не забывайте, что люди часто гуглят. О, уже приятнее. Немножко многословный. Да, слов много. И того мы имеем. То есть, если, в принципе, тайтл у нас такой, смотрим, как он выглядит. Мы смотрим уже, как он выглядит в целом. Купить кальян в Киеве. Все для кальяна по доступной цене. Неплохо. Почему бы и нет? Очень неплохо он смотрится. 2019 съедается. Так, хоть балл меньше. Но так приятно. Единственное, но для главных страниц есть маленькое но. Так подбирается тайтл, конечно, для внутренних страниц. Но главные страницы, они обычно отличаются. Мы можем посмотреть, как выглядят главные страницы. В принципе, номер один. А почему не используют номер один? Идеи конкурентов всегда хороши. А давайте-ка мы и так и сделаем. Мы возьмем. Вот возьмем вот сразу здесь. Поставим наш значок номер. И один. Пожалуйста. Вау! Тайтлы влезли. Все прекрасно. Рекомендации выполнены. Еще и смотрится. Единственное, что он съедается, потому что, наверное, все-таки он под пикселем длиннее. Давайте недоступной, а по низкой. Теперь он практически не съедается. Ну, в принципе, по низкой цене. Кальян в Киеве кальянная. Купить кальян по низкой цене. Почему бы и нет? Неплохо смотрятся ключевые слова. Люди будут запоминать. В этом плане тайтл хорош. Мы его и оставляем. Собственно, мы его сохраняем. Открываем наш файлик. И, собственно, мы можем даже его вот так и назвать. Можно так сохранять. Можно делать просто главное. Мы просто возьмем какую-то табличку и будем записывать. Это главное. Теперь переходим к следующей страничке. Кальян. Кальян египетский. Кальян египетский купить. Кальян египетский цена. Нас интересует все, где есть хоть частота. Ну, так как здесь есть одесские ключи, то понятно у нас по углу здесь пустая частота. Берем и закидываем их. Всего четыре ключа. И увидите, что они мертвые. Калял, халин, могу египетский триметал купить. Что нам надо сделать? Нам надо сделать эти все ключи. Мы просто даже не будем выкачивать. Мы их просто скопируем. Откроем наш Excel. Вставим их. И пройдемся уже по ним. Берем главный ключ. Кальян, халил, мамун. Египетский. Купить. В Украине. Три металл. Например. Окей. Кальян египет. Египетский. Купить в Украине. Три металл. Смотрим. 43. Цифры. Окей, с цифрами тут у нас не будет. Потому что хочется, конечно, написать цену. Ну, это дело уже в микроразметке. Здесь приходится, конечно, чем-то жертвовать. Цифру здесь не вставить. Ну, очень неплохо. Мощное слово купить. Есть предлоги, разделители. Баланс идеален. Три металл. Окей. Прекрасно смотрится. Мы его сохраняем. Записываем. Кальян. И так далее. Табак для кальяна. Окей. Сортируем их. Забираем все ключевые слова. Вот наш списочек, который нас интересует. Здесь у всех частоты маленькие. То есть, частоты нормальные, но здесь очень маленькие кодеки. Поэтому нас интересует на самом-то деле первая, так сказать, шестерка этих ключевых слов. Так что мы можем смело их точно так же таким простым методом закинуть в наш файл. То есть, нас интересует, конечно, геоключ Харьков. И у нас в Харькове представительства нет. Жаль, конечно, Харьков очень интересный город. Что это значит? На самом деле, это значит, надо там открыть свой филиал и продавать. Но мы работаем по Хиеву, поэтому мы ориентируемся на эти ключики. Переходим на наш калькулятор. И используем эти ключевые слова. Табак для кальяна купить в Украине оптом. Опта у них нет. У них чисто розница. Значит, ключик не наш. Своими руками явно затесался не туда. Затесался не туда. То есть, вот что мы видим. Раз. Одесса тоже у нас. Жаль. Вот нужный ключ. Вот нужный ключ. Вот нужный ключ. Все. То есть, табак для кальяна купить в Украине по низкой цене. Табак для кальяна купить в Украине по низкой цене. ну и собственно вот здесь хочется наших там вставить собственно цифры скобки раз вы не знаете как это сделать что не важно что не мешает спросить у конкурентов а как они оформляют так давайте посмотрим на банк для колена купить украине вот интернете такой-то разделителя почему бы не его давайте его ставим и ставим интернет-магазин я правильно написал для он стал на грани в 65 пикселей это нормально но он теперь будет нормально он будет довольно многословным он такой перегруженный табак кальян украина халю маму почему бы и нет прекрасно нужные ключи в топе все сбалансировано поэтому мы его берем сохраняем и здесь пишем табак для кальяна что это значит наша задача потом все эти тайтлы отправить контент менеджера контент менеджера мы их просто берем вот так отправляем и он должен просто их скопировать и вставить по поводу description я поговорю чуть-чуть отдельно я могу так сказать description составляется очень просто ваша задача не повторить ключи в тайтле во вторых рассказать про ваше утп и в третьих решить вопрос как у вас description работает как у всех или как не у всех если он будет работать как не у всех это значит что он будет выводиться вот так то есть он будет выводиться по непосредственно по максимально релевантно запрос то есть вы должны использовать хотя бы ключики из стайла которые вы использовали максимально качественно использовать их непосредственно в description то есть это не значит что вы должны полностью заменять то есть нет возложения но они не должны повторяться то слово в слово не должно повторяться как вы видите вот здесь отличается это нормально для description что он должен отличаться от тайтла то есть слова переставлены уже неплохо это в принципе один из вариантов вот такие штучки работают очень хорошо циферки утп не нужно особо изворачиваться вы можете просто взять чужую идею и допустим решить этот вопрос description а вот так купить табак для кальяна недорого в украине как у нас стоит купить кальян в киеве недорого у нас недорого низкая цена то есть табак для кальяна недорого в украине ведь по низкой цене слова вроде бы переставил и уже другой смысл это нормально то есть такая ситуация нормально главный ником не воруйте чужие доставка по украине доставка по украине дешево то есть можно взять и даже его идею со значками скопировали вставили дешево удобно гарантия возврата платежа все description готов точно также с другими то есть ваша задача учитывать эти тайтлы которые вы выбрали для вашего для вашей странички и учитывая их размещает description и вы получаете привлекательные description и которые выводятся в топ то что факторы ранжирования ранжирования поисковых систем работают очень просто они выводят статьи по нужным тайтлам вот я спросил факторы ранжирования вот он и выводит мою статью и сочислово сочетание которое максимально совпало как вы видите и статей . ну довольно таки неплохо набирает голоса то есть принцип если вас интересует очень тайное продвижение youtube вы можете тоже посмотреть что да вот как она и выделяет продвижение youtube видите он находит где повторяется этот контент максимально близком словах по поводу правильности вообще написание текста написание title description обратите внимание что этот метод вылавливания текста в контенте он срабатывает чтобы слова были максимально поближе друг другу если вы в одном тексте пишите одно ключевое слово и спустя куча абзацев другое ключевое слово то конечно на не слегка поэтому важно первые абзацы посвятить самим ключевым словам то есть первый за должен посвящен всем важным ключевым словам вашей группы после этого можете уделять внимание им каждому отдельности раскрывать в каждом абзаце это немножко по поводу написания текстов я думаю поговорю об этом в следующем фрагменте ролика либо вообще в следующем ролике итак у вас есть хороший сайт вы заполнили его контентом прорисовали сделали блог и прописали заголовки что вы возможно забыли конечно же google и яндексу нужно сообщить о вашем сайте в первую очередь это поставить счетчики google аналитики и яндекс метрики смотрите в этом ролике я не буду детально рассказывать как это делается я оставлю просто эти два ролика в описании и ссылочки на наши статьи как это делать после того как вы установили счетчики кстати если вы продвигаетесь не по россии яндекс метрику можете не ставить в украине например она вероятно даже замедляет сайты потому что есть ряд сайтов которые в украине за счет нее очень сильно тормозят следующим этапом установите вебмастера вебмастер google и вебмастер яндекс и здесь я рекомендую ставить оба вебмастера также поставьте вебмастер бинг если вы продвигаетесь на любом регионе кроме снг бинг имеет небольшой процент трафика но все же его имеет эта система по умолчанию обычно встроена в браузер edge аналогично как установить вебмастер бинг вебмастер яндекс вебмастер google ссылочки все на ролики и на статьи будут в описании коротко что такое счетчик а что такое вебмастер многие путают счетчик это сервис в котором вы можете следить трафик на вашем сайте со всех источников с поиска по прямым ссылкам с рекламы вы можете в нем смотреть его поведение как он ведет себя на сайте куда он переходит какие страницы его интересуют множеством информации можно увидеть в аналитике можно сформировать ряд выводов и про эти выводы мы поговорим дальше что нужно в ней изучать что же нужен вебмастер вебмастер отвечает на несколько вопросов в первую очередь как проходит индексация вашего сайта то есть как он попадает в поисковую систему насколько много страниц уже попала в индекс если проблемы с этой индексации ну и конечно же по каким запросам вы ранжируетесь да можно посмотреть ваши позиции в вебмастере в яндексе в гугле и в бинге можно увидеть по каким запросам на какой позиции вы есть насколько вы хорошо поднялись либо упали так что вебмастер этом плане очень сильно помогает неплохо в третьих вебмастеру можно сделать так чтобы он индексировал ваш сайт лучше нужно скормить ему вашу карту сайта это немножко посложнее про это я снимал ролики вы можете посмотреть эти ролики они будут ссылочки в описании если же у вас вопрос на этом моменте возник что такое карта сайта его не знаете можете спросить в комментарии после просмотра ролика я думаю вас будет если возник вопрос я на них на все отвечу вот можно скормить ему эту карту сайта и это ускорит индексацию вашего сайта я считаю что вот эти действия очень важны на этапе продвижения это так называемый следующий шаг для успешного попадания сайта в поиск ну и конечно же собственно финальный этап продвижения вашего сайта конечно же я буду рассказывать о тех ссылках которые нужно ставить на ваш сайт которые нужно сделать обязательно в первую очередь не привлекая никаких сеошников делать это самостоятельно и объясню даже почему в этот видео фрагменте я расскажу как делать естественные ссылки на свой сайт анализируя конкурентов и делая это без SEO специалиста так мы рассказали как пишутся тайтлы я думаю это было для вас понятно и мы перейдем как нужно искать непосредственно ссылки то на что все тратят кучу денег не знают на каких делать но некоторые ссылки покажу как для как для новичков как их искать первую очередь нужно поискать конкурентов есть для это множество способов один из них это просто прямая выдача можно просто по прямой выдачи поискать конкурентов но мы и люди умные мы будем пользоваться охревс заходим и смотрим домены конкурентов я думаю владелец сайта внимательно будет смотреть ролик ради которого я снимаю его думаю ему понравится но все остальные могут повторить за мной домены конкуренты которые предлагаются можно увидеть обратите внимание есть такой понять как уникальные ключи целевого домен то общие ключевики процент совпадения ключи куйков и уникальные ключи вполне нормально что вы можете конкурировать с сайтом по определенному фрагменту ключей это показано здесь на нашей табличке зелененьким то есть один ключик голубенький те которые ваши желтеньким ключики конкурента то есть условно работ ключи конкурента а вот ваши и вот вы с ним пересекаетесь конкурируете выдачи по вот этим ключевикам которые по серединке те которые занимают вот ваш топ по максимуму те являются но вашими прямым конкурентом вы можете обратить внимание такую ситуацию когда вроде был aladdin класс огромный магазина вот мой маленький сегмент трафика у него забираем да даже такое тоже имеет место то есть выстрел этот aladdin огромная семантика куча видов табаков кучи всего то есть товаров моря при старенных маленький наш маленький магазинчик может похвастаться всего парочка видов табаков которые он продает или может быть не парочкой но он не имеет структуризации но и у нас какой-то вот фрукты для кальяна то есть такие вот вещи но неважно я обращаю внимание на то что могут быть и такие ситуации а может быть такая ситуация когда вы конкурируете и практически задавили своего конкурента и вот пересеклись но вы гораздо больше чем этот конкурент но вот этот маленький какой-то сигарета кальян вот с вами пересекается здесь и вот те ключи по которого пересекаетесь находятся здесь вот вы можете нажать на них и посмотреть постоянно выбивают давайте еще раз повторим и вот мы видим это те ключи по которым мы пересекаемся вот наша позиция вот позиция конкурента то есть мы видим что здесь мы где-то очень-очень далеко нас то конечно не сильно устраивает нас интересует конечно хотя бы один должен разжираться в топе давайте отсортируем только топ ключи ну вот мы вот смотрим где мы по топу конкурируем с нашим сайтом как мы видим здесь конкурент который был днепропетровский все остальные запросы пересекаются в других местах поэтому здесь мы можем видеть что ситуация по проседанию ключей идет совсем немножко по-другому но мы можем увидеть что есть брендовые запросы по которым понятно но он в топе а нас нет да и есть запросы по которым мы конкурируем здесь мы видим дело за геозависимые запросы и другие виды то есть халил мамон купить например мы можем увидеть вот пересечения то есть мы на первом месте конкурент на 10 это нужно все изучать после того как мы выловили список конкурентов мы смотрим как они продвигаются выбираем того с кем у нас максимальное пересечение и анализируем уже его итак первая стратегия которую мы все-таки смотрим это стратегия поиска ссылок по конкурентам поэтому мы пойдем непосредственно на наш сайт посмотрим нашего конкурента и посмотрим его бы клим их можно посмотреть о как много сразу можно с какого года он начинал активно себя продвигать с кого года он нарастил крупные чисто доменов нас интересует только уникальные домены конечно что доу-фоллоу домена нас в первую очередь интересует вот все ссылочки домена которые на него существует нас интересует именно баклинки домены тоже имеют огромное значение но нас интересует баклинки и я всегда смотрю баклинки которые реально имеют трафик. Это очень важно, потому что именно эти ссылки передают максимальный вес. Как вы видите, вот есть первая статейка на сайте Полтава. Можно на нее перейти и посмотреть. Когда-то давным-давно написанная статья, до сих пор ранжируется. Это очень важно. Статья должна ранжироваться, поэтому нужно будет для линкбилдинга писать такие статьи, которые тоже будут ранжироваться, а не просто писать наобум то, что не надо. Такая статья имеет вес, и она передает вес. Вот точно так же. Зоноза Ньюс. Можно посмотреть, что они сделали. Вот есть статейка, тоже без комментариев. Обычная статейка, которая написана с ссылочкой на этот ресурс. Можем посмотреть здесь. Что мы можем делать? Мы, конечно же, можем выкачать все ссылки, найти эти ссылки на бирже. На той же ETXT, на той же бирже MirrorLinks, GoGitLinks попытаться поискать эти доноры. Ну и попробовать сделать то же самое. Первая стратегия, которая заключается в том, что просто можно повторить то, где они размещены. Более того, следует обратить внимание, есть ссылки, которые являются явно не покупными. Это всевозможные ссылки-каталоги. Эти ссылки не требуют участия у вас, как в бирже. И вы здесь просто нажимаете добавить свой магазин и регистрируетесь. И добавляете свои сайты. Пройдясь вот так вот по всему списку, по всем трафикам, ссылкам вашего конкурента. Вы сможете легко выловить те площадки, где вам нужно разместиться. То есть, новостные сайты, понятных, можно проходить. И пройтись по всем сайтам ресурсов. То есть, и так же можно, например, поискать непосредственно каталог. Сайты-каталоги. Вот вы можете посмотреть в каталоге, где размещен ваш конкурент. И разместиться там же. Справочник. Справочник нет такого. Здесь новостной. То есть, в принципе, бизнес-каталог. Каталог – это оптимальный вариант для поиска ключевых слов. Точно так же можно пройтись по другим конкурентам, то есть, которые мы там видели. Сейчас можно даже посмотреть еще раз их. Я открою вкладочку. Возьмем, скопируем наш сайт. Еще раз откроем конкурентов. И посмотрим. Итак, еще раз мы пройдемся. Первый тип ссылок – это каталоги. Закрепим еще раз, как мы их ищем. В первую очередь заходим в сайт Explorer. Вбиваем сайт основной нашего сайта, который мы исследуем. Изучаем его конкурентов. Берем одного из конкурентов. Забиваем в Ahrefs. Переходим в раздел Backlink. И здесь, в Backlink, мы сортируем те Backlink, которые нам нужны по трафику. Те Backlink, которые трафик обычно не имеют, нас интересуют в меньшей степени. Почему? По одной простой причине. Вероятно, с них вы даже трафик-то и не вытянете, потому что это мусор. Вот это ссылочки, которые находятся сейчас в топе, это те, которые реально передают вес ресурсу. Поэтому нужно с ними работать, нужно с ними связываться. Писать контент лучше, чем написан у вашего конкурента. Да, это ключевой момент. Контент должен быть лучше, чем у конкурента. Поэтому нужно перейти, посмотреть, как они пишут и писать так же. По поводу каталогов мы делаем точно так же. Мы берем каталоги и смотрим, на каких каталогах он размещен. Пересматриваем все каталоги и непосредственно работаем с ними и размещаемся там. Понятно, некоторые сайты могут быть ложными. Для удобства мы создали специальную утилиту, которая позволяет искать кальян. Берем запрос «Магазин кальяны» минус кальян, например. Кальянная. Почему? Потому что я сразу что-то минусовать не нужно. Запрос. Переходим. Переходим в раздел «Запросы для поиска каталогов». И выбираем справочник. Кальяны минус кальянная. И, пожалуйста, вот справочники, где есть все интернет-магазины кальянов. Мы просто регистрируем наше предприятие там, где нам нужно. Пропускаем, понятно, российские сервисы и залюбиваем его везде в украинских. То есть вы можете, конечно, сузить справочник «Магазин», справочник «Украина». Запрос «Сузить» и зарегистрировать только вот в чистых украинских сервисах. Я бы эти вещи сделал бы самостоятельно, не доверяя SEOшнику по одной банальной простой причине. Во-первых, для регистрации вы везде будете использовать свою почту, свою рабочую почту, на которой могут падать заявки. Для верификации вы будете указывать свой рабочий телефон, на который будет приходить SMS-уведомление. Поэтому это нужно делать самостоятельно. Теперь переходим к самому вкусному. Это ссылки. Ссылки на самом деле существуют разные. Как я сказал, есть каталоги, можно делать форумные ссылки. Можно даже, например, по поводу каталогов. Есть самый классный каталог, я совсем забыл. Это, конечно, Google. Я на примере покажу кальянный. Вот они. Раз, два, три. Для того, чтобы себя сюда добавить, нужно просто зайти в Google My Business и добавить свое предприятие. При входе в Google My Business вы можете добавить свое предприятие самостоятельно. То есть, при входе оно вас пустит, и вы будете управлять теми предприятиями, которыми занимаетесь. Итого вы можете увидеть локации, которые у вас есть, которые опубликованы и которые требуют еще подтверждения. Соответственно, свежеоткрытые офисы нужно подтвердить. Для этого придет бумажное письмо непосредственно по этому адресу. То есть, есть вариант по телефону, либо по почтовому адресу, который придет сюда. Почта реальная. Это мне хотел бы вас уведомить. То есть, в этом плане, конечно, добавить себя в справочники однозначно нужно. Теперь переходим мы непосредственно к ссылкам. Возвращаемся, как говорится, к тому, с чего начинали. Как мы увидели, большая часть ссылок у наших конкурентов. Как вы видите, большая часть ссылок это статьи. Если перейти на каждую из них, это все статейники. И это, конечно, вы должны понимать, что статьи нужно писать. И, собственно, существует несколько стратегий по написанию статейников. Я называю, одна из них самая популярная стратегия. Это стратегия вопросов и ответов. То, как я говорил, вы можете выкачать ключевые слова для вопросов для вашего блога. Вы точно так же можете это делать и для сторонних сайтов. Особенно, если это сайты-информационники. В этом плане, конечно, оно удобно. Во-вторых, вы можете искать ссылки по следующей стратегии. Я ее так называю. Это стратегия Trustbait. Нужно найти самую линкабельную тему. То есть, можно найти тему, на которую, конечно же, есть больше всего ссылок. Для этого заходим на какой-то ваш популярный портал. Все, что связано с кальянами. То есть, все для кальяна. Пустим, ищем. Какой-нибудь блок, который существует. Если, конечно, он такой существует, блох о кальянах, не у ваших конкурентов. Не вижу, чтобы меня показывало по какой-то выдаче, чтобы я мог видеть. Так, это все коммерческие сайты, что, конечно, меня смущает. Какой-то есть блог отвратительный. Короче, что вы. Наверное, у этого бизнеса, как толком-то, и сайтов-то нет хороших. Нашел, правда, российский сайт. Пути о несложных махинации. И решил проверить, а что с ним хорошее. Для этого мы берем и заходим на эту тему. И смотрим, про что он больше всего говорит. Для этого мы заходим на его топ-страницы. И смотрим самые популярные темы, которые требуют больше всего внимания. Соответственно, какие странички у него имеют какие ссылки. Конечно, можно попытаться поискать бэклинки. Более простым методом. Одну ссылку на домен. И попытаться скачать. О, всего 14 ссылок. Какой слабенький сайт. По нашей стратегии вообще не подходит. Давайте посмотрим просто банально. Lifehacker.ru Да, здесь, смотрите, для этой стратегии нужно выбирать те сайты, которые имеют наибольший трафик в любой тематике. Для этого находите какой-то большой-большущий блок. И, конечно, вводите ваши ключевые слова. По которым сортировать будете линки, которые ссылаются на нужные разделы. Понятно, что если линки соответствуют, вы эти статейки выловите. Итак, на Lifehacker я нашел самые популярные темы, на которые, конечно, больше всего ссылаются. Вот есть некая статья про кальян. На нее больше всего было сделано ссылок. И, конечно же, можно посмотреть какие-то другие варианты статей, которые можно тоже выбрать. То есть и сослаться на них. Учтите, для ряда бизнеса это может быть абсолютно бесполезно. То есть если вы, пустим, у вас пиццерия, то, конечно, вы тем таких найдете гораздо больше. И это логично. Помните, что в этом случае вы смотрите вот этот раздел, на который идет максимальное количество ссылок. Поэтому оптимальнее всего, конечно, все скачивать в обычном Excel-файле. И непосредственно пересмотреть прямо в Excel. Отсортировать просто самую кликабельную тему. И выделить ее отдельно. Как это видеть, конечно, в Excel, это, конечно, может показаться кому-то сложным. Наша задача отсортировать линк-урлы по количеству. Для этого берем, считаем их количество. Счет, если. Диапазон. Ну и критерий, сама строчка. Вот, собственно, темы, которые пользуются самым частым. Пицца из цветной капусты. На удивление, самая цитируемая тема по линкам. Можете удивиться, но так она и есть. Так что пиццерия может спокойно зацепиться за эту тему. И начинать писать по ней даже статью. На втором месте находится вот эта тема. То есть я могу, в принципе, их отсортировать. Потом отсортировать так. Они будут идти подряд. Заговор с сахаром. Идеальная тема для нашей первой стратегии. Первая стратегия – это линкабельная тема. Та тема, которая будет провоцировать людей делать ссылки. Поэтому мы переходим сейчас на нашу страничку, которую мы нашли по поводу нашей пиццерии. И можем посмотреть. Сладкие заговоры. Дуэст убийственной научной ошибки. И вот здесь мы можем рассказать вот эту историю. Пересказать ее на свой лад. Обыграть идею с сахаром. Рассказать про все остальное. То есть идея с сахаром, может быть, даже и сыграет на руку. Да, даже для пиццерии. Потому что вы явно порадуете всегда что-нибудь еще сладенькое и с десертом. Можно что-то обыграть. Очень важно всегда бороться за экологию. Очень важно бороться за чистоту. И не забывать это делать в своем блоге. Теперь вторая стратегия, которую, конечно, удобно использовать, когда вы выросли. Попробуйте написать статью, когда вы постараетесь упомянуть какую-то знаменитую личность. То есть, либо пригласите знаменитую личность написать статью у вас через гостевой постинг. Для этого нужно, конечно, найти этих авторов. Ну, например, зайти на профильный сайт, посмотреть, кто авторы по вашим статьям и предложить им написать у вас. Если тематика более заточена под информационный бизнес, то, конечно, вы таких авторов найдете с легкостью. Здесь как бы это не сложно. То есть, в принципе, их искать можно. Можно использовать разные стратегии для поиска авторов. Мы используем, конечно, самую простую стратегию. Мы берем сайты информационники, где люди публикуют свои статьи. Смотрим авторов. Там, допустим, вот в нашей тематике это веб-промоэксперт, к примеру. Публикуем авторов и потом предлагаем им разместить статью на нашем ресурсе. Яркий пример. Вот пример автора, которая разместилась у нас. Статья написала статью по поводу e-mail рассылки. Можете ее почитать. Статью написал автор, который публикуется на ряде площадок. Там мы его и нашли. С ним списались, с ним договорились. И автор написал нам статью. В этом плане он же делает ссылочку на свою статью. И в итоге мы получаем статью на нашем сайте, которую она перелинкует на своих соцсетях, на своих блогах. И ее начнут читать ее читатели. И чем, конечно, круче ваш читатель, тем, конечно, больше естественных бэклинков вы просто получите. Следующая стратегия называется поиск удаленного контента с живыми ссылками. То есть с живыми ссылками. Да, все верно. Для этого мы используем тот же Ahrefs. Мы переходим в него, заходим в Content Explorer. И используем те же запросы, которые мы искали. Мы заходим. И, допустим, вот наш запрос был связан с кальянами, как мы обычно искали. И ставим только битые. Здесь мы находим статьи, которые имеют ссылки. И наша задача отсортировать по количеству ссылающихся, даже не доменов, а, в принципе, доменов тоже достаточно. То есть сколько доменов ссылается на вот эту статью. То есть мы ищем непосредственно статью, находим ее, пишем свой контент. То есть, как мы видим, статьи нет. Окей. Но доноры остались. Мы можем спокойно посмотреть ее бэклинки. Вот наши бэклинки, которые есть. Мы можем их все скачать. Это очень важно, потому что мы можем сейчас их просто без напряга все качнуть. Их всего тут шесть. Ну да, оно группирует похожие, поэтому здесь всего уникальных шесть бэклинков. И теперь воспользуемся нашей новой утилитой, которая конвертирует урлы в домены. Зачем это нужно? Нам нужно проанализировать их. Если мы будем анализировать урлы, конечно, нам это может не очень удобно. А если мы пользуемся непосредственно сервисами, которые парсят домены, снимают их статистики, то, конечно, удобнее использовать это. Мы берем эти домены. Можем, в принципе, использовать и сами ссылки. И теперь заходим в батч анализ. Наша задача просто отсортировать те домены по рейтингу, как они есть. И получаем ответы по ссылкам. В принципе, вот эта ссылочка вполне себе неплохая, все остальные мертвые. С этой ссылочкой я бы связался, которая ссылается, как я понял, это форум. И неплохо бы зарегаться на нем и ответить, что та ссылка, на которую они ссылаются, битая, и написать вашу статью. Таким образом, вы перенимете вес из этой площадки на свою. Таким образом, если искать глубже и дальше, можно выводить более интересные площадки, более интересные площадки для размещения. Поэтому здесь эта стратегия, она очень и очень, на самом деле, дальновидна. Площадки здесь могут быть разными. Это могут быть блоги, это могут быть форумы, все что угодно. Везде нужно писать, что типа вот есть ссылочка, та, что вы делаете, она битая. Вот есть статья более правильная, она написанная на другом источнике. Чаще всего ссылку меняют. Есть разные методы получения битых ссылок. Анатолий о них восстанавливался, я на них тратить время не буду. Я так скажу, это самый сложный метод чисто по SEOшникам, но он работает. На него, конечно, надо больше времени и, соответственно, денег. Но он работает, если, конечно, у заказчика есть терпение оплачивать SEOшника, который будет этим заниматься, а у SEOшника есть навыки. Ну и последний вариант, строить отношения с журналистами и блогерами. Это однозначно нужно общаться. Почему? Потому что relationship building на самом деле это сочетание гостевого постинга, который переходит во взаимную публикацию статей друг у друга. Как вы знаете, и Анатолий, и я пишемся на разных площадках. Допустим, мы пишем, Анатолий писался на серпстате, его можно найти. То есть, если забить серпстат у литовский, вы можете найти его блог на серпстате. Он написал несколько статей, всего лишь две, у которых рекордное количество просмотров. Одна из них посвящена всему тому труду, который я сейчас пытаюсь вам изложить. Вы ее можете почитать, ссылочку я оставлю в описании. Так вот, мы написали им статью, мы создали ролик-обзор серпстата и получили ссылочки как серпстата непосредственно на наш ресурс, так и пропиарили их серпстат на своем YouTube-канале. Так что, однозначно, стратегия этого, называемого, гостевого постинга, relationship building, она очень важна. Потому что, общаясь с ними, вы будете делать ссылки, которые на вас никто никогда в жизни за деньги не поставит. Это однозначно нужно делать профильно. И не тратить на это, как говорится, труд какой-то стороннего SEO-шника. Здесь нужно работать с каким-то профильным SEO-шником, с которыми нужно действительно договариваться. Потому что, на самом деле, гостевой пост для того, чтобы сделать, да, допустим, вот как на этот же пост на девайке, нужно было пообщаться, познакомиться. Ну, я прекрасно понимаю, что здесь нужно иметь не просто в лоб, как глупый SEO-шник, я хочу тебе написать статью. Нет, нужно сначала, как следует, показать, кто ты такой, почему ты обратился. Доказать, что ты не пустышка, что ты профильный человек. Это написать хороший материал, который захочет автор блога у себя опубликовать. Потому что нельзя прийти с мусорой, который никому не нужен. То есть нужно прийти с каким-то интересным исследованием, написать какую-то очень классную статью, которую захочется читать, которая будет написана большая, интересная, которую захочется опубликовать у себя. И действительно, статьи такого рода, для того, чтобы писать, они еще должны нормально комментариев собрать. Так вот, тогда они передают вес, и более того, после этого такая написанная статья еще и должна более-менее ранжироваться. Потому что если она не ранжируется, все ваши потуги, мягко говоря, никому не нужны. То есть мы берем сейчас нашу статью и смотрим, как она ранжируется. Как мы видим, на нее уже прилично существует бэклинков. Она неплохо себе сидит по своим ключам. По Украине. Но, конечно, Дивакару он ранжируется по России. То есть по запросам купить ссылки, пусть даже 23-я на место. Она не пустышка. Она есть, но на нее трудно попасть из органики. Но она существует. То есть не топ-1, но и не топ-100. То есть она о себе имеет свои запросы. И написано, конечно, по релевантным ключам. К чему я, собственно, хотел сказать? Как работают эти стратегии? В первом случае мы пишем статью у себя. И стараемся привлечь ссылки с интересных ресурсов, которые ссылались на подобный контент. Во второй стратегии мы стараемся упомянуть кого-то. Например, это дайджесты, списки ресурсов, обзоры ресурсов. И стараемся привлечь этого человечка к себе. Либо мы стараемся просто привлекать к себе известных авторов, которые публиковались где угодно. И они пишут хороший контент у вас. А потом сами раскидывают ссылки повсюду. Третий вариант. Это более сложный. Нужно искать контент, который отвалился. Писать свеженький. И, конечно, пытаться с этими донорами связаться, чтобы они ссылочку на вас таки оставили. Ну и четвертый метод, который вы можете проводить дома самостоятельно, без SEOшника. Да, это релэнджерши билдинг. Если у вас очень много свободного времени, вы можете общаться со всеми профильными авторами, со всеми профильными блогерами. Ознакомиться с ними. Писать им хороший материал, видеообзоры. То есть, и они будут публиковать их на своих площадках, а вы будете получать трафик. Все эти методы реально можно делать самому. Какой метод самому не получается делать? Это метод тонкого контента. Рано или поздно все эти методы себя исчерпают. И вы столкнетесь с тем, что вам нужно будет все равно делать ссылки, потому что конкуренты делают, а вы нет. И вам нужно будет наполнять чем-то блог. Потому что по факту писать все подряд, ну, либо у вас копирайтер будет просто в холостую работать. Ну, и соответственно, вы не будете получать тот результат, который вам нужен. А что считается хорошим результатом? Хорошим результатом считается, когда вы выпускаете статью, да, и с минимальными усилиями на нее уже хотя бы там тысячи просмотров там. И это норма, то есть, по две тысячи просмотров. То есть, фактически, когда вы выпускаете статью с небольшим интервалом, на ней уже есть трафик. Некоторые могут заходить и очень круто. То есть, фактически, без рекламы. Что для этого нужно делать? Конечно же, нужно выбирать темы. Нужно выбирать те темы, которые аранжируются. Нужно выбирать те темы, которые просто вот при выходе сразу будут давать трафик. Без этого просто, ну, физически, ну, вы никогда не продвинете. То есть, если статья сразу при выходе уже залетает в топ, просто без особого напряга, значит, вы выбрали правильную стратегию. И при этом на эту стратегию практически нет бэклинков, потому что она совсем новенькая. Вот. Статья новая и уже в топе. Как это происходит? На самом деле это происходит просто по стратегии тонкого контента. Про эту стратегию я рассказывал в прошлом видео. Не поленитесь посмотреть. Ну, и, собственно, переходим непосредственно к материалу нашего ролика. Итак, что же дальше? Я думаю, по всем каталогам, справочникам, картам и подобным сервисам Google и Яндекс мы прошлись. Что же осталось за бортом? Куда же следует добавить наш сайт? И здесь мнения расходятся между всеми SEOшниками. Методов продвижения дальше существует огромное количество. Я их, условно говоря, делю на несколько категорий. Первая категория – это копирование. Когда вы просто смотрите методы продвижения конкурентов и копируете их и пробуете на себе. И второе – это новаторство. Когда вы берете методы продвижения, которые, возможно, нигде не пробовались, и пробуете их на себе. Либо пробовались, но в других сферах. По поводу первых методов. Первые методы самые действенные. Почему они действенные? Потому что если в вашей сфере низкая конкуренция, то есть парочка конкурентов всего лишь, вы можете с легкостью дотянуться до них. Если будете просто повторять их хорошие, так называемые, секреты успеха. Видите, они делают статьи – вы делаете статьи. Видите, они пиарятся в YouTube – вы пиаритесь в YouTube. Соответственно, если вы повторяете ту же историю успеха, вы их догоните. Собственно, я даже более того скажу. Мы пользовались этой стратегией и, в принципе, вытащили наш сайт со дна. Но мы уперлись в потолок. Мы не могли переплюнуть некоторых конкурентов. И, соответственно, следующий тип этапа продвижения – это новаторские. Я бы на них смотрел, когда вы выполнили все первые шаги. Новаторские методы продвижения – это обычно методы, которые применяются другими сайтами для собственного пиара и продвижения в сети. Например, помогает продвинуть ваш сайт так называемый брендинг. Конечно же, когда вы публикаетесь в СМИ, публикуетесь в каких-то профильных блогах, люди читают вас, смотрят автора, смотрят, что за компания говорит. Это имя, 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 она начинает набивать оском, она достигает критической массы, и люди начинают уже гуглить ваше имя, кто вы такой, чем вы занимаетесь, кто, собственно, вас пропиарил и что вы, собственно, продаете. Ссылки и стратегии искать в интернете не так-то просто, если вы не SEO-специалист. Это не просто, не спорю, но возможно. Да, для этого нужно читать много профильных изданий, смотреть, что они пишут, какие методы продвигают. И здесь, конечно же, если вы уже дошли до этого этапа, вашей компании рекомендуется, конечно же, нанимать SEO-специалиста, который будет работать с вами. Это может быть как штатный сотрудник, так и студия, с которой вы работаете, либо ряд фрилансеров, с которыми вы организовали работу через вашего проект-менеджера. Итак, давайте подведем итоги. Что же входит в SEO-продвижение? В SEO-продвижение входят работы, которые влияют на положение сайта в вашей выдаче. Как я говорил, в вашей выдаче ваш сайт может находиться у каждого по-разному, потому что есть такое понятие, как персонализированная выдача, но мы на нее тоже влияем. Во-вторых, эти работы сводятся к нескольким задачам. Это внутренняя оптимизация, это непосредственно повышение показателя посещаемости сайта, то есть уменьшение показателя отказов, и, конечно же, работа с ссылками. Как я говорил, ссылки могут быть разные. Первые ссылки мы делаем естественные, вторые ссылки мы делаем по стратегии скопировок конкурентов, и третьи ссылки мы делаем по стратегии, которую взяли, возможно, из других источников, пробуем на себе. В этом плане мы работаем уже здесь на моменте ссылок, на втором и третьем этапе, уже когда все работы сделаны, фактически, когда у нас создан контент, когда мы создали качественный ресурс и его продвигаем. На этом, собственно, все. Если у вас возникли еще раз вопросы к этой простой видео, задавайте их в комментариях, и, конечно же, до новых встреч. Это видео, как я и говорил, не созданное для профильного SEO-специалиста, а для людей, которые плохо разбираются, что такое SEO, и поэтому здесь очень много общей информации. Так что не надо сильно так уж бить меня и критиковать в комментариях. Я буду только рад, если вы, конечно, скажете более профильные издания, которые на эту тему говорят в том же ключе, но в любом случае я попытался рассказать своим клиентам, я думаю, им будет понятно. И поэтому я хочу на этом слове откланяться. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok